Продолжение следует... 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 То для этого надо было понять, что такое эти сельские территории И мы предложили, соответственно, из-за этого потом следовало Что если ты собираешься, хотите, сохранить один монумент Неважно, любой культовый памятник, надо сохранять территорию всю И вот отсюда эта методология пошла И мы начали работать с селами Но работу эту прикрыли В результате мы стали выбирать отдельные территории, с которыми мы стали работать Первым таким селом было село Веркел И вот на Веркале, где создавался в то время музей Абрама, он существует Но нам не было интереса тогда отдельное здание музея А нужна была вся территория Мы сделали опять опорный план Мы сделали новые предложения по генплану и так далее, и так далее И в том числе обследовали все памятники Но самое главное — это работа с населением И когда ты начинаешь работать с населением Ты понимаешь, что тебе, как архитектору, не хватает знаний твоих собственных Которые тебе давали в институте И если мы работали со смежниками Это были инженеры, сантехники, электрики и так далее То здесь уже у тебя появляется совершенно другой контекст Странные люди И тут началось у нас уже этот проект Стал называться соцкультурным проектом Поэтому книжка, которая у нас вот здесь у меня сейчас издана Была в 19-м году Называется «Соцкультурный анализ развития территории России» Здесь есть анализ за все 20 лет Которые вот я потом после музея работала По этим сельским территориям и малым городам Весь смысл был в том, что первоначально ты начинаешь работать с населением Ты понимаешь, что мы прожили постепенность в этом селе 3 года И опыт показал, что если вы приходите на территорию Вы не можете прийти с одним семинаром на один раз Это то же самое потом по малым городам Когда мы работали там в Чувашии Вы проводите семинары Поднимаете население Работаете с властью Работаете с местным бизнесом Но один раз этого недостаточно Это нужно проводить системно И приводить этих людей, доводить до того уровня Чтобы они наконец могли работать сами И постепенно мы, работая с этим населением В Веркале Мы сделали очень хорошее предложение Оно существует Я очень рада, что они сейчас работают В течение этих 3 лет мы работали Выявили 3 уровня пространства поселения Историческое, жизнь Абрама и его герои И так далее Потому что все основано оттуда про братья и сестры И так далее Но это был первый только момент Потом стало понятно, что это были 90-е годы Когда вообще мы работали на нулевой экономике Денег не было совсем И мы взяли подмосковное село Потому что мне стало понятно в то время Что надо выходить на межцепленарный уровень Архитектурного образования нашего недостаточно Я не знала, что такое экономика Я не понимала А потом у меня была статья такая сделана Анализ, рефлексия Почему архитектор становится руководителем Межцепленарного коллектива То есть ты как режиссер выступаешь Тебе приходится с каждым работать И тебе приходится осваивать новый язык Одно дело, повторяю, наша инженерная система И другое дело Тебе нужно быть социологом И я работала с Тамарой Мессианой Дридзе Это имя, которое вообще Мало кто сейчас вспоминает Но это один из уникальных наших исследователей По городам Но она быстро поняла, чем занимаюсь я И мне вообще помогала Эльна Александровна, которая просто известна Нашим культурологом, антропологом Которая была долгие годы замдиректором Института нашего Пока не прикрыли наш институт культурологии И в этом институте все это я делала Ну потому и назывался потом культурологией Потому что культурология понималась не как искусство А как наука О развитии всего общества Это отдельная тема Но сейчас института нет Три года назад его прикрыли Нас все выкинули Но смысл в том, что чтобы выйти на межземплинарный уровень Надо было подбирать людей У меня были аспиранты У меня был потрясающий мальчик-экономист С которым мы исследовали потом несколько сел Почему села? Потому что это маленькие сообщества Маленькие территории На которых можно выявить методологию Вот этого подхода методического Помнишь, междисциплинарного подхода Ну невозможно на крупном городе это сделать Или можно сделать на квартале То есть есть какие-то границы Внутри которых ты можешь что-то понять и освоить Потом мы выходили на малые города Мы уже потом со Славой Глазовичем работали по Елабуге Но там у меня тоже был собственный социокультурный контекст Показать на территории Каким образом социальные группы меняются В зависимости от того, как они меняются Меняется пространство города Одним словом Вот, да, этот мальчик-экономист, который у меня был Мы потом делали несколько исследований Проводили по Кинозерскому национальному парку Нам было позволено работать на двух территориях И там мы сделали весь этот пирог Мы исследовали полностью несколько сел Там два села И еще подмосковное у меня было одно село Где мы начали от истории и заканчивая самоуправлением История, весь социальный срез Архитектура, градостоятельство и так далее И даже для самоуправления, в том числе экономика И у мальчика была потрясающая диссертация Он потом ушел на хорошие деньги работать Я у него была руководителем Называлась блестящая Ну, в прошлой была диссертация Социокультурные основания Экономических реформ на локальном уровне То есть все идет снизу Все идет от людей От того, что происходит на территории И тогда вы можете говорить об экономике Сейчас я в третий год Ну, это я уже сейчас завершаю Как бы третий год с Ясиным Мы проводим такие форумы Под названием Ну, это высшая школа экономики Называется «За красоту российских городов» Я, конечно, говорю о селах и малых городах А все экономисты, которые туда приезжают Ездят вместе с ним Они говорят об экономике, конечно, крупных городов Хотя сегодня надо сказать Что тема сельских территорий и малых городах Стала интересна именно в региональном аспекте И в общественной палате В прошлом году мы работали с общественной палатой По этой самой теме Поэтому сегодня у них есть такой проект большой Называется «Деревня душа России» Смысл в том, чтобы поднимать и сказать разные проекты И каким образом можно работать на территории Ну вот как-то так И есть интересный у нас еще опыт работы С малым городом в Чувашии И точно так же фонд «Солнце» тогда выделил Это был интересный проект по программам развития территории По программам развития малых городов И на нас вышел город Мариинский посад в Чувашии И точно так же мы проработали первый год Это был с Сашей Высаковским, с Юрием Абанкиным и так далее Там у нас было 4 человека И мы снизу это поднимали И потом этот проект закончился И потом я через Министерство культуры В течение нескольких лет Через разные гранты Находила гранты для того, чтобы работать с населением И с городом в течение минимум 5 лет Иначе результат был бы нулевой И мы сделали программу развития туризма Разные точки роста Там центральная часть города была реконструирована Это по малому городу То есть мы с генпланом работали Я повторяю, для того, чтобы это делать Надо вот эту методологию иметь Если она у вас есть Вы знаете, как выходить и какие точки И как работать с населением, с управленцем Да, я еще как информацию дам Когда была вот эта нулевая у нас, нулевые года Когда мы на нулях сидели Мы в это время начали заниматься Я еще член комитета КАМОС Комитет по историческим городам и селам И мы находили много документов По программам партнерства Мы сделали небольшую такую У меня книжка есть Она, по-моему, у нас висит Не знаю, есть ли она уже в продаже Называется как раз Европейский опыт организации партнерств И это не только частное государственное партнерство О чем сейчас везде идет речь Эти партнерства можно организовывать Это 11 стран, где было проанализировано Какие партнерства были там Как они возникали На каком основании Потому что один человек может раскрутить Такой проект, что будет двигаться И город, и поселение, и прочее Могут несколько человек собираться Может частная структура То есть там показано 11 вариантов Организации разных типов партнерств И не единственное частное государственное О чем у нас здесь постоянно говорят Этого недостаточно Это тоже надо анализировать Когда мы работаем с территорией На этом я прощаюсь Изучайте международный опыт тоже Спасибо Ну если есть вопросы Я думаю, что мы как-то потом вопросы А вот я хотела сказать Что я последнее забыла об этом Ну первое, вот эта книжка А второе, мы провели конференцию В Каргополе под названием Я как раз привезла Это очень хорошо, очень выездно Называется «Актуальная проблема изучения и сохранения Архитектуры и городстроения Наследия исторических поселений Здесь у нас и города, и сельские территории И исторические все города И так далее С моими картинками Конечно, как же себя не прорекламировать И диски есть Книжка стоит 500 рублей Диски, 200 рублей И то, и другое полезно Потому что диски Вы можете что-то оттуда сканировать Если вам надо Ну с ссылками, конечно А это просто блестяще изданное Это мне помог один из фондов Как раз уясено Спасибо им Так что рекомендую Спасибо большое Подобные образования Как, положим Кинозер Могли бы быть Фактором сохранения жизни населения Точками развития Сложных удаленных территорий Знаете, Кинозерский и Парска Это, конечно, уникальная территория Абсолютно 25 лет в этом году Вот я сейчас там была Отмечаем Им сейчас, прежде всего Купили новую территорию Которая совершенно находится В другом месте И так далее Далекая территория Ну, чтобы ответить на этот вопрос Скажу, что там ведь тоже Мы провели исследование Когда, если вы поднимете Материалы, они у меня опубликованы Вы увидите динамика Такая же самая идет по этим территориям Как по всей стране Идет абсолютный отток населения Даже в Кинозерском национальном парке Все переезжают на одну территорию А там сохраняется все частично Но это тоже гигантская работа администрации То есть это Елена Деговна-Шатковская Ее дочь И весь административный аппарат Это Министерство регионального развития И надо забывать, что они очень активно работают с фондами Там работают Норвегия, Шреда Ну, в основном норвежские, конечно, фонды Это просто, вот, понимаете Я не могу сказать, что это такое частное Но это очень сильный коллектив Который понимает, что он делает Если такие сейчас есть национальный парк Который занимается вот следующей территорией Которую они взяли В основном национальный парк Это природный парк А территории, в которой они находятся рядом Поэтому Елене сегодняшне Придется работать с территориями Для того, чтобы с этими поселениями Которые находятся рядом И это уже немножечко другая задача Потому что там она хозяйка А здесь она пока никто Поэтому я думаю, что мы дальше тоже продолжим это Конечно, это один из способов Сохранения территории и памятников Несомненно Но проблем огромное количество Если вы посмотрите Ну, там много что установлено, конечно Очень много И все часовни в основном Их там вокруг озера 37, по-моему Я не знаю Вот, но это единственный, по-моему, такой уникальный Пример в нашей стране Не знаю, пока Вот Лозерский парк Но это позлобей Конечно, это говорит Но там ситуация другая А здесь Да, и здесь очень много Сколько сейчас сохраняется Там около 3000 населения К сожалению, повторяю И это население собирается Только в двух В двух точках Основных Да, забыла вам сказать Что когда я выходишь на территорию Надо подумать У нас такая книжка была Сельские поселения России И исторический соцкультурный анализ Опять на нулевой экономике делалась Но в течение нескольких лет Что важно Что в этих сельских поселениях На наших территориях Есть в общей сложности 11 типов Это не только сельскохозяйственные территории Мне даже не лень будет прочесть Позвольте перечислю Мы понимали Когда мы говорим о сельских территориях И вообще регионах Что это такое Это у нас сельскохозяйственные Которые, кстати говоря В большом количестве разнообразия Это ведомственные Монастырские Торгово-ярмачные Военные Промыслово-художественные Промышленные Сезонные Дачные И Усадебные Поэтому вот Вы выходите на территорию Должны понимать Работая с регионом А мы сейчас регионам Говорим, правда Что это все Это очень большое разнообразие И в зависимости от того Сколько у вас там Каков процент Того или иного типа Вот этого Сельских этих поселений От этого будет зависеть Повторяю Даже плановое хозяйство Которое не учитывали В наше советское время На Палих Например На Холы Посылалась такая же самая Норма Как бы Производство Производство Что там Не знаю Зерна Не помню Но они не могли этого Производить Потому что у них Другая Совершенно система жизни Они занимались Замосписями И занимаются И поэтому Там всегда У них были какие-то минусы Так что Это вот Хочу сказать Что надо понимать С чем мы работаем На территории Да Если можно Я добавлю И может быть Немного по-другому Поставлю вопрос Вопрос в том Вообще Почему В чем проблема развития регионов Наверное в том Что оттуда уезжают люди И мы сегодня находимся На фестивале Зодчества Если пройтись по выставке То наверное Будет наглядно видно Почему И куда люди уезжают Мы видим проекты По застройке Москвы И если взять Один хотя бы Район Это район Как минимум На пять тысяч человек Если взять Малый город Кириллов Это как раз Пять тысяч человек Весь Район Кирилловский Это По-моему Пятнадцать тысяч человек И надо понимать Что строительство Одного такого района В Москве Это Десятки Деревень Этих сел Которые будут Потом стоять пустые Это Пустые города Которые исчезают Это пустая земля Которые Собственно Вообще-то Всех нас Объединяют И Наверное Нужно говорить о том Что на этом фестивале Зодчества Нет никакого Прецедента Нет никакого Сквозного вектора Который бы Позволил Коммуницировать Вообще Всей этой большой Стране О себе Это как раз То о чем Наверное Сегодня говорил Владимир Каганский Который не дошел То что На сегодняшний день Страна не может Коммуницировать о себе То что Она не может Рассказывать о себе И Наверное То почему Все уезжают Из Малых городов Почему все едут В Ту же Москву Или В Другие Большие города Это то что Это не экономика Это не Это содержание жизни Это культура И Наверное Надо сказать что В первую очередь Это культурный вопрос И Вот Фестиваль за отчество На мой взгляд Может быть я немного Не прав Вчера Куратор фестиваля Заявил что На него потратили 15 миллионов рублей Честно говоря Мне кажется Ну так Для меня Было бы намного Интереснее Если бы Фестиваль за отчество Просто прошел Потратили бы Все те же деньги Но восстановили Где нибудь храм может быть Вот Это было бы намного Более сильный Фестиваль за отчество Наверное Который наверное Отразил бы В большей степени Архитектуру Страны Нежели Мы выставляем здесь Все те же Ячейки для жилья Такие-сякие Мне это не интересно Честно говоря Мне кажется Пока мы не будем Ставить вопрос Ребром До тех пор Мы будем говорить Просто пустые слова В общем-то Вот Еще один момент Который Еще один Оттенец Который я Хотел бы вначале Озвучить Это конечно Вот Александр Рапопорт Советую всем Прочитать его статью Архитектурный патриотизм Он говорит мне о том Что архитектура Это школа Школа патриотизма И школа жизни в целом Что мы все С детства Наблюдаем эту архитектуру Впитываем ее глазами И все мы сегодня Это его слова Все мы сегодня Видим рекламу Лекарства для глаз Различных в аптеках А вообще-то Лекарства для глаз Это хорошая архитектура Которая исчезает Повсеместно В наших исторических городах Это историческая среда И если мы не будем Наверное об этом говорить То Это тоже будет печально И Все начинается со школы Если мы посмотрим Кто вообще сегодня Может заниматься Развитием регионов С точки зрения архитектора То Либо это Такие печальные Примеры С людьми У которых просто Низкий уровень культуры И мы видим Как Эта архитектура Которую они Интегрируют в среду Просто Уничтожает вообще все Это такой наркотик Который мы Следовательно Впитываем с глазами Вот Или Можно посмотреть Другой пример С которым Собственно Наше дюро столкнулось Когда мы делали Весной проект По Суздалю Это Когда в Суздаль Была приглашена Такая всем известная Организация Как КБ Стрелка И это Перенос В исторический Малый город Просто Парк Угорького То есть Люди Это совершенно Люди Получившие Очень качественное Образование В наших Передовых школах Они совершенно Не готовы К развитию Регионов Они вообще Они Не знают Подходов К этому Они Самое главное Что Они приезжают И развивают Эту территорию Под себя Это вообще Кардинально неправильно Они должны Сами развиться Чтобы Суметь Поработать С этой территорией И вот это Очень важная Мне кажется Вещь Которую Надо Говорить То что Наше Образование Сегодня Оно Не позволяет Действительно Положительно Развивать Эти регионы То есть Мы можем Их Развивать Но У нас Действительно Нет Методология Вот и все Можно Мне тоже Я хочу Добавить К тому Что Говорил Михаил Начну С его же Фразы Что является Лекарством Для глаз Я считаю Что Надо отметить Что не только Хорошая архитектура Хорошие здания Но и Историко-культурные Ландшафты Которые являются Самым главным Нашим Достоянием В России Это пространство И ландшафты И Что На сегодняшний день Мы наблюдаем В результате Того Что Идет Массовый отток Населения Из Сельской местности И малых городов То Что У нас Перестали Пахаться Поля Коситься Что Наши прекрасные Ландшафты Деградируют Они зарастают И Возвращаются К состоянию Пустыни На севере Это та самая пустыня Которую Много веков назад Окультурили Своими трудами Святые отцы Ученики Преподобного Сергия Преподобного Кирилла Белозерского И других И Здесь Хочется Ну как бы Еще обратить Внимание На аспект Не только Там плохого Нашего образования И того Что у нас Люди Столичные Архитекторы Пытаются Привнести Вот Свой дух В провинцию Которую Не знают И не пытаются Изучить Но и то Что Это не только Должен быть Культурный подход Это социокультурный подход И как раз Вот здесь Говорить о роли Архитектора Который Конечно Действительно Наверное Выступает в роли Сценариста Режиссера И все-таки Это невозможно Без полного Контакта И взаимопонимания Со специалистами Других областей Мне пришлось Работать Над проектами Концепции Сохранения Культурного Наследия Словецкого Архипелага И Проектированием Территории Достопримечательного Места Обоснованием Достопримечательного Места Территория Кирилла Белозерского Музея Заповедника То есть Это две Как раз Северные Территории Обе территории Я просто Как пример Это не все Работы С которыми Мне приходилось Сталкиваться Но хочется Обратить внимание Что два Эти заказа Были Сделаны Министерство Культуры В то время Как Словецкий Архипелаг Является Уникальным Природным Местом Является На сегодняшний день Там Есть проект Присвоения Статуса Заказника Кирилл Белозерский Музей Заповедника Его территория Полностью Находится На территории Национального Парка Русский Север То есть Мы сразу Сталкиваемся С тем Что Проблемы Сохранения Культурного Наследия Невозможно Решать В отрыве От проблем Сохранения Природного Наследия Тут и там А соответственно Допустим Авторский Коллектив По Таким Работам Он должен Заветно Включать В себя Специалистов По Природоохранению Геологов Биологов Ботаников Я не знаю Ну В общем Всех Географов Это Это только Узкие Специалисты Потому что В данном Случае Я говорю О Природном Соседовище О природном Наследии Но Жизнь В малых Городах И селах Она На сегодняшний День Вот Уничтожается Уничтожена Совсем По другому Поводу Она уничтожена В связи с тем Что там Разрушены Все Социальные Гаранты Население Оттуда Уходит Потому что На сегодняшний день Политика Укрупнения Которая Прошла Началась Советское Время А потом Катастрофически Фактически Покатилась Как снежный ком В 90-е годы И нулевые Когда Были Закрыты Совхозы Колхозы Привела к тому Что люди Не имеют Точек Приложения Труда Во-первых Молодое Население Уничтожает Однозначно Потому что Нет Никакой Социальной Сети Нет Ни школ Ни детских Садов Ни больниц Ни библиотек И фактически Люди Себя Абсолютно Не чувствуют Там А. Нужными Б. Защищенными Социально И пока Это не будет Возрождено А сейчас Такая тенденция В общем Слава Богу Появилась И в частности В программе Развития Вологодской Области Есть пункт Который Говорит О том Что взять Значит Направление На разокрупнение Населенных Пунктов И возрождение Все-таки Сел И деревень Это Это конечно Приятно Но пока Это в общем Еще далеко До реализации И Конечно Вот Без понимания Того Что Пока То есть Прекрасно Вот Кенозель Прекрасно Малые Карелы Много Музеев Все-таки У нас Есть Но Это Все-таки Музеи Мы Сейчас Говорим О том Что У нас Умирает Север В частности И вообще Отдаленные Регионы Страдают Именно От того Что Как Сказал Михаил Народ Стремится Города И Стремится Он Вот В таком Огромном Количестве Что Да Вот Представлены Здесь На выставке Проекты Нету Среди них Ни одного Проекта Который Говорил О том Что Вот Давайте Мы Вот Попробуем Узрадить Какой-то Регион Отдаленный Потому Что Нам Очень Далеко Еще Мы Идем По этому Управлению И Сейчас Есть Такая Очень Модная Тематика Я Не побоюсь Этого Слова Потому Что Она Просто Пошла Шквалом Такой Волной Министерство Культуры Заказывает Концепции По Сохранению Культурного Наследия Различных Городов Больших Малых И Исторических Поселений И Сельских Мест Но Вот Не знаю Иван Как Вы скажете Как Руководитель Всего Этого Нашего Соседания Могу Ли Я потратить Время Чтобы Там Как-то Еще Осветить Проблемы Которые Связаны Именно С этими Заказами Или Попробовать О них Сказать В конце Потому Что Наша Контрактная Система И Тендеры Которые Разыгрываются Это Отдельный Больной Вопрос В теме Сохранения И развития Наших Регионов Да Вопрос Очень Серьезный Я Вас Хотел Спросить Вот О чем А Как Вы Считаете Подобные Проекты Как Кириллов Родной Наш Регион Вологда Как Вы Считаете Подобные Заповедники Точка Роста Может быть Это Точка Роста Кириллов Ну И Духовный Ну Понятно И Какой-то Экономической Точка Роста Региона За что Вологда Я Там Живу Я Знаю Насколько Там Все Печально И Когда Если Говорить В экономике Сейчас У нас В стране Принята Развитие Программа По развитию Дальнего Востока Ну Вот В принципе Наверное Стоило бы Принимать Подобную Программу По развитию Севера Наверное Страны Я думаю Что Кириллов Конечно Как Вообще Земля Наполненная Памятник В Кирилловский Район Я бы Говорила Об этом Да Поскольку Мы Все Наверное Знаем Что Кроме Кирилла Белозерского Монастыря Находится рядом Горицкий Монастырь Что Рядом Находится Объект ЮНЕСКО Феррагонтов Монастырь С фресками Дионисия Которая Привлекает На самом деле Массу Туристов Но На сегодняшний День Как раз В этом Регионе Приходится Наблюдать Такую Невероятную Разобщенность Разобщенность Между Специалистами Разных Направлений И Это Результат На самом деле Коммерциализации Жизни 90-х и Нулевых Годов И Того Что Людей Поставили В ситуацию Когда каждый Держится За свой Кусок Хлеба Клубоговоря Преодолеть Это Чрезвычайно Сложно Надежда Честно говоря У меня В душе Только На молодое Поколение Которое Вот С этим В меньшей Степени Соприкасается То есть В том же Кириллове Мы Столкнулись С ситуацией Ну Которую Можно только Сочувствовать Там Есть Дирекция Национального Парка Русский Север Которая Конечно С ним Силу Своего Статуса И Дирекция Историко-художественного Архитектурного Музея Заповедника Кириллово-Лазерский Монастырь Куда входит Как раз Вот Ферапонтово Цыпино И еще Несколько Территорий Внутри Города Кириллова И Эти две Организации К сожалению Я не буду Говорить Там По личности По фамилине Да В связи С чем Это Происходит И Кто там Прав Кто виноват Но они Не могут Выстроить Нормальные Совместные Работы И Одной Из причин Является То Что Эти две Организации Относятся К разным Ведомствам Одно К Министерству Культуры А другое К Министерству Природы И Я забыла Дальше Что я Позволью Природных Ресурсов И Эти два Ведомства Выше Стоящее Они Не понимают Или Не хотят Понимать Что Сохранение И развитие Таких Регионов Может идти Только На совместном Третий Аспект Это Духовная Составляющая Ивана Совершенно Права Потому Что Кирилловский Рагион Это Те Земли О которых Мы Говорим Это Часть В общем Знаменитой Северной Русской Февариды То есть Там Если Посмотреть Карту Расположения Скитов И Пустыней Которая Хранится Ну Не Хранится А Выставленная Вот Ее Схема В Ферапонтово Если Кому-то Доведется Там Быть Можете Обратить Внимание В экспозиции Есть такая Карта Где Отмечены Все Скиты И Пустыни И монастыри Которые Основаны Учениками Преподобного Сергия Радонежского И Кирилла Глазерского Но Там Просто Я не знаю Каждые 5 Километров Наверное А может быть И чаще Они расположены Были Сегодня Там Нет Ничего Практически Кроме Горицкого Монастыря Не на Сорской Пустыне Которые Тоже Там Расположены И В плачевном Состоянии Перебывают И Конечно Сегодняшняя Тенденция Русско-православной Церкви Претендовать На эти Земли Как На Историко-религиозные Достопримечательные Места Она Как бы Вроде бы Исправедлива Но методика И все Подзаконные Акты К 73 Закону Где Где вообще Прописан Вот такой Статус Объекта Как Достопримечательное Место И его Подвид Появившийся В 15 Году Летом Вот Историко-религиозное Достопримечательное Место На сегодняшний день Еще не обеспечено Никакими Правовыми Актами И методиками Поэтому Опять Если мы И Будем Говорить На эту Тему То это Явно Наше Будущее Значит Возвращаясь К вашему вопросу Иван Может ли Быть Это Потенциалом Развития Конечно Может Но Для этого Нужно Опять же Выявлять Те Исторические Тенденции Которые Были Заложены Надо изучать Со всех сторон Социологическое Географическое Историческое И выявлять Те Потенциалы Которые Там были На этой территории И смотреть Как они Отсоотносятся С сегодняшними Реалиями Реалиями Что Можно предложить Как Пункты Приложения Точек роста То есть За счет Чего На сегодняшний день В Кирилле Туристы Прибывают На теплоходах Практически Массово Они там Не задерживаются Больше Чем на день Вообще Их даже перестали Возить В Парапонтово Соответственно Прибыль С их приезда Имеют Туристические Компании Которые Привозят Они не Горн Кирилла Вот И не музей Вот Это такой Штрих К портрету Соответственно Говорить о том Что За счет Вот такого Развития Туристического Только Ну Вряд ли Значит Можно Говорить О том Что Надо пытаться Как-то Вот Воссоздать Часть утраченных Деревень Которые В нашей работе Там проанализированы Указаны Места Места Где Еще Сохранились Ландшафты Исторические Ведовые Раскрытия Уникальные Вообще Вот этот Весероверный Он полон Вот этих Точек Визуальных Которые Завораживают Просто Своими Действительно Божественными Пейзажами Понятно Почему Там Собственно Подвешники Селились И Это Их В общем-то Трудами Это Все Приделось Значит Вот Я думаю Что Говорить Надо Именно Об этом А то Что Согласен С вами Абсолютно Точно Существует Масса Проблем В частности Взаимодействия Восславной Церкви С государством И Возвращение Ей Унитых В 20-30-х И так далее Годах Памятников Для использования Значения Регионов В частности Вот К срещатель Большому Сейчас Центр города Возвращают Кафедральный Собор И В декабре Месяце Будет Служба Первая За Более 70 лет До Как сказать Когда-то Ничего Пересходило Но Здесь Возникает Вопрос Какой Кто Будет Собственно Создавать Эти Триггеры Развитие Никита Скажите Пожалуйста Про Вашу Программу Обучения Архитекторов Да Спасибо Ну Видите Я Менее Вовлечен В Работу По Русскому Северу Поэтому Вряд ли Что-то Могу Добавить Существенное Сказанное Моими Уважаемыми Коллегами Вот Да Действительно В Марше Существует Уже Три года Четвертый Год Пошел Программа Которая Называется Новые Лидеры Территориального Развития Вот И Значит Мы Работаем Работая С нашими Слушателями Студентами Ну Сталкиваемся Практически С теми же Самыми Проблемами О которых Было Уже Здесь Сказано Вот Проблемами Территорий Да Это Отток Населения Из Сельской Местности Из Малых Городов Из Средних Городов Да Даже Из Больших Городов В Крупнейшие Города Вот И Соответственно Ну Как бы Исчезновение Или ослабление Такого Социального Культурного Потенциала Капитана Там Отсутствие Инвестиций Вот И Большому Сожалению Ну Очень Слабое Местное Самоуправление Которое Ну Как бы Не 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 Может За редким Исключением Не Может Стать Ну Что Ли Таким Драйвером Роста Да Не Может Породить Инициативу Которую Механизм Создать Развитие Развитие Регион Вот Скажу Что наша Программа Обращена Не Совсем К архитекторам Значит Это все Так Больше Она Больше Касается Управления Вот И С нашей Точки Зрения Существенное Существенное Проблемах В плюс Значит Перечисленным Это Отсутствие Навыка Умения Грамотного Грамотного Управления Этими Проектами Да Ведь Нет такой Должности Лидер Развития Нет такой Профессии Да Эту роль Эта роль Да Может на себя Взять И архитектор Если у него Есть достаточно Компетенции Умения И Чиновник Муниципалитета И Общественный Гражданский Активист И Представитель Коммерческих Структур Девелоперов И так далее Если они Заинтересованы Действительно В развитии Региона Вот Поэтому Программа Междисциплинарная Вот На ней Учатся И архитекторы Ну Там 30-40% Наших Слушателей Архитекторы Остальные Люди Неархитектурных Специальностей Вот И здесь Как сказать Архитекторов Мы отчасти Освобождаем От такого Архитектура Центризма Вот Архитектор Убежден Часто Что достаточно Спроектировать И построить Какой-нибудь Прекрасный Дом Да Ну или Разбить Парк И дальше Оно все Как-то само Значит Начнет Двигаться Вот Чаще всего Это не совсем Так Да Дом или парк Это следствие Или некий Инструмент С помощью которого Можно там Запустить Запустить Механизм Механизм Саморазвития Да Само Так сказать Вовлечь местное Население Вовлечь местную Администрацию И так далее Вот То есть это не самоцель Но архитектор Часто смотрит Именно так Что главное Спроектировать Вот И в этом Ну это понятно Да Так устроено Наше образование Так устроена Наша практика Вот Здесь В этой Междисциплинарной Команде Программе Мы работаем В командах Значит Над Реальными Кейсами Да То есть Приглашаем Ищем Активных Собственников Территорий Вот Которые Заинтересованы В их развитии Готовы Вместе с нами Передать Этот кейс На работу Нам Вот Снабдить Нас Исходной Информацией Познакомить На территории Значит Со всеми Основными Участниками Процесса Помочь Туда приехать Помочь Так сказать Армии Сонную Помощь Оказать Вот Для того Чтобы Вот эта Междисциплинарная Команда Студентов И преподавателей Могла В течение Года Ну Как сказать Предложить Разработать Программу Развития Территорий Причем Территории Бывают Самые Разные От Промышленных Зон В Москве До Значит Ну Сельских Поселений Как таковых У нас не было Но Например Мы работали С историческими Поселениями С Торжком В Тверской Области Работали Сельской Местностью Например Луховицком Районе Вот Так что Территории Самые Разные Мы Стараемся Найти Так сказать При всем Разнообразии Территорий Найти Подходы К выработке К разработке Вот этих Программ Развития Да Привлекая Разных Специалистов Вот То есть Мы видим Часто Что Можно найти Специалистов По Экономике По Историко-культурному Наследию По Экологии Да Но нужен кто-то Кто их объединит Да Зачастую Это Человек не сам Не обязательно должен быть Экологом Не обязательно должен быть Архитектором Должен понимать Что Что может стать Двигателем Развития Территории И как Собрать Эту Комму И Поэтому Мы Студентов Объединяем Междисциплинарные Команды Где есть Архитекторы И люди Других Специальностей Это Программа Дополнительного Профессионального Образования То есть Для тех У кого Один Диплом Есть Вот Это Такое Повышение Квалификации Вот И В этой Команде Значит Студенты И с преподавателями Работают С этим С этим Самым Кейсом И надо Сказать Что Навык Командной Работы И это Может быть Одна из Самых Трудных Задач С которой Студенты Сталкиваются Формирование Команды То что По нашему Убеждению Лидер Это не Один Человек Это Именно Команда И за Этим Новые Лидеры Не Новые Лидеры Лидеры Вот И Некоторые Кейсы Получают Развитие Пределами Академической Программы Ну например Вот В городе Иваново Успешно Развивается Такой Проект НИМ Новая Ивановская Манифактура Вот Который Родился Начат Начат В рамках Лидера Вот Сейчас Это Вполне Самостоятельный Успешный Проект Приносящий Деньги Инвесторам Приносящий Пользу Городу Там Проходят Масса Разных Событий Культурных В городе Но Развивается Может быть Не так быстро История С Торжком С новыми Туристическими Маршрутами Туристическими Ну так сказать Организациями Туризма В Торжке Вот Так что Эта программа Не просто Про образование А в том числе И про Реальные шаги По развитию Территории Вот А главное Что из нее Выходят люди Да Заряженные И способные Принести Принести На территории Значит Энергию Да Или найти Эту энергию Там Вот А это Самое Самое Наверное Главное Потому что Если На Самой Территории Если В регионах Этой энергии Нет Вот То все Наши Фестивали Да Все Наши Усилия Да В конце Концов Останутся Внешним Таким Воздействием Да Вот Приехали Из Москвы Или Из областного Города Организовали Нам фестиваль Я говорю С точки зрения Местных жителей Ну мы конечно Рады Хорошо Что приехали Спасибо Вот Но значит Фестиваль Закончился Да Там В общем Ничего не сдвинулось Слезно Так вот Запустите Как Запустить Этот механизм На месте Да Как найти Заинтересованных Людей Вот Если они Отыщутся Да Тогда Может быть Отток населения Уменьшится Вот Мы на это На это Очень надеемся Вот Потому что Там будут Появляться И рабочие места И новые Бизнесы Новые Точки Приложения Труда Вот В связи С этим Прекрасно Идея Потратить 15 миллионов На реставрацию На храм Вот На вопрос Будут ли Прихожане В этом храме Будут ли Люди Вокруг И не Будет ли Он Стоять Закрытый На замок Вот И постепенно Ред Шаг Да Может быть Лучше Потратить 15 миллионов На Обучение Людей На месте Чтобы Они Сами Потом Храм Отреставрировали Или Сами Отыскали Деньги На его Реставрацию И тогда Они будут Его беречь Будут Относиться Что Вот К нам Приехали Привезли Деньги Вот И Отреставрировали И могу Завершая Своим Выступлением Могу Сказать Что В большинстве Кейсов Региональных Это Не касается Москвы Или Крупнейших Городов Первое Первое Что Приходит В голову Или Первое Что Звучит Как Предложение Это Развитие Туризма Вот И вот Здесь Конечно У меня Есть Большое Сомнение Да Это Не такая Непалочка Воручавочка Как Кажется Многим Региональным Администрациям Что Вот Сейчас К нам Приедут Люди С деньгами Оп И Значит Мы Распогатеем Конечно Есть Регионы С Гигантским Потенциалом Туризма Вот О которых Сегодня Мы Говорили Да И Соловецкие Острова И Русский Север Вот Но Во-первых Это Дело Сезонное Да Что Делать Там Зимой Вот А во-вторых Далеко Не все Регионы Могут Похвастаться Таким Богатым Наследием Да Что Делать Там В Других Местах Вот Поэтому Чаще всего Значит Услышав Про туризм Говорим Да Отлично Давайте Эту идею Как сказать Положим В нашу Копилку И начнем Думать Дальше Вот Думаю Что Не только В развлечениях Не только В досуге Да Есть путь Развития Регионов Вот И хорошо Когда это место Находится Возле Мегаполиса Да И можно Предположить Что туда Значит На выходные Кто-то Приедет Из города Но если Она Значит За 200 300 Или 500 Километров То уже Конечно Большой вопрос Да И надо Искать Другие Способы Другие Механизмы Помимо Столь Уже Привычного Нам Привычной Нам Идеи Туризма Да Привлечения Людей Людей С деньгами И чаще Сего Оказывается Да Что Значит Туризм Кажется Самым легким Способом Да То что Это они Приедут Вот они Мы их Позовем Поставим Указатели И они Приедут Вот А мы Тут будем Сидеть И только Значит Считать Деньги Вот Это конечно Иллюзия Боюсь Что это Иллюзия Вот Да Простите Я много Уже занял Времени Да Готов Передать Слово Другим Участникам Я хочу Вот Спасибо Большое Я хочу Поддержать Вот эту Вашу Мысль Ну Апературизм Это не Панацея Это абсолютно Точно Для этого Нужны Такие Ресурсы Не только Социальные Но и Много Других Которых На территориях Нет Поэтому Это все Это как бы Все проходили Это все Такие Идеи Которые Первоначально Так приходят В голову А потом Оказывается Что это Правильно Будет Но Сейчас У меня Вот еще Какой вопрос Стал Знаете Когда мы Говорим Об общей Деле Об этом Реставрации Памятника Древянной Архитектуры Культовой На севере В данном Случае Хотя На самом Деле Меня Не только Север Интересует Меня Интересуют И другие Территории С которыми Мы тоже Работали Понимаете Вот этот Сейчас Опора На то Что снизу Сегодня Население У нас Так много Может сделать Во-первых Я не буду Говорить о том Как реставрируются Памятники Что это Такое Как можно Подходить И где У нас Архитекторы Специалисты По Древянной Архитектуре Которые Могут Помогать Местным Жителям И вот Этим Самым Группам Это Проблема Номер Один Но Даже Я не об этом Сейчас Говорю Не о культовой Архитектуре Это Я Оставляю За скобками Вот В этом Нашем Сборнике Здесь Есть Вот такая Фотография У меня Ошивенского И в Ошивенском Ермолаев Александр Ермолаев Известный Профессор В Турнен Институте И так далее Они живут В этом Селе В течение Уже 15-20 лет И они Приобрели В этом Селе Медленно Медленно Наш архитектор 11 домов Благодаря Этим Архитекторам Благодаря Этим Студентам Этим Всему тому Чем занимается Александр Там На территории Сохранилось Это село Сохранилось Его ядро Деревянных Памятников Деревянного Жилища И вот эта Береговая полоса И здесь И баня Которая они строят И тот дизайн С которым они Осторожно подходят К этому месту Все великолепно И что вы думаете Местный житель Которым вообще До этого было Совсем все наплевать Но я проследила Эту ситуацию Там была не раз Вдруг В прошлом году Позапрошлом Появился фонд У него есть Учредители Которые решили Уложиться сюда И сделать здесь Музей Открыта У меня была Вот эта деревня И это Какой-то ужас Потому что для того Чтобы начинать Заниматься Такими Музеями Минситу То что называется Надо тоже Все это изучить И надо понять В результате Началось Такое строительство Там местными силами Нашли бабки Восстановили Какую-то там Ограду Нашли фотографию Билибина По фотографии Без всяких Исследований Без археологии Наляпали Набатели Это какой-то ужас И это не в одном месте Вот это движение Снизу Есть естественно С одной стороны У нас государство С другой стороны Городские власти И прочее И вот это движение Снизу Это тоже очень печально Если мы опять же Как вы говорите Будем заниматься Образованием Кто будет с ними Образованием Кто будет заниматься С этими жителями Сегодня есть еще один Такой проект Александр Берзлов Он экономист Вообще Доктор наук Работает Профессором Не помню где Ездил по Европе Покатался Ему так нравится Деревня Европейская И я знаю Об этом проекте Давно Никогда не предлагала Его на нашей территории Который называется Самой красивой Деревней России Этот его проект В результате Значит начинается Вот они приезжают сюда Смотрят Что здесь Поддерживают Давайте Давайте И сегодня Составляется список Этих исторических Этих красивых деревень И таким образом Давая такой лайком Ставля Ставля Наше Ренское Что является Или ким же сегодня Что уникальным Суббот Является просто Фантастическим Но там есть Местное сообщество Очень сильное На самом деле Как сильное Относительно Понимаете Значит можно Сегодня этим людям Разрешать здесь Делать все Что они хотят Здесь нет Вот этого связи Между Партнерством Вы рассказываете О том Что происходит У вас конфликты Это проблема Партнерства Люди не могут Разговаривать Друг с другом Потому что Не умеют это делать Понимаете Это одна из проблем Первая Значит не говоря о том Что там на местах Нет лидеров И так далее И так далее Это действительно Это тема номер один И сколько мы не говорим О том что ли Найдешь лидера Одного И учись С ним можно будет Как-то взаимодействовать Проблема вот этого языка Языка и понимания Вот этой задачи Вот этой цели Которая должна стоять Перед тобой И иногда надо Плюнуть Бесплатно Издаю Для чего Для чего Издаю Для того Чтобы продвигать Если есть у тебя Эта идея Вот сверх идея Хотите сказать Сверх задача Ты будешь двигаться Если у тебя задача Заработать бабки Сегодня А остальное Наплевать То есть во-первых Вот этот коллектив О котором мы говорили Он должен собираться На территории И прочее Из тех людей Которые любят Эту территорию Которые хотят Здесь что-то сделать Понимаете И конечно надо заниматься Обучением местных жителей Нам удалось Это немножко На Мариинском посаде Власть сменилась Но тут меняется власть Меняется все Вот я здесь кстати Статья у меня О деревянных городах Мы про дерево Вообще сейчас не говорим Вообще говорим Здесь сегодня о дереве Хотя все кругом У нас деревянное Все исторические города Посмотрите фотографии Что происходит здесь Есть у нас блестящая фотография С Екатеринбурга Где деревянный памятник Находится там Ну я не знаю Не буду показывать Искать сайт Посмотрите Понимаете Дерево Это вообще тема Номер один У меня Я это люблю И пытаюсь что-то делать Но когда я прихожу В архитектурный институт И я ректора Везде встречаю Я говорю Давайте как-то Деревянную архитектуру сделаем У нас мы не умеем Встраиваться в города У нас нет Кафедр нет Деревянных архитектур Нигде Конструкции люди деревянные Не знают А мы говорим Мне говорят Знаете Мы открыли кафедру Хромовой архитектуры Ну что я могу сказать Вы будете строить Храмы Архитекторы А кто будет заниматься Исторической средой Если мы не умеем Строить в этих городах Мы не можем Встраиваться Не умеем встраиваться В этих городах Если мы не понимаем Типологию этих жилищ Как они строились Разве можно Ограничить Здесь по-моему Две статьи Серьезные По Новгороду И по Грацу Понимаете Можно ограничить Высота Ширина Но этого недостаточно Когда начинает Архитектор строить По вот этим тем Ему дают Параллепипед Дерьмо Какое строить Вы посмотрите Что в каком у нас Своем происходит Но слов-то у него нет Я не могу Находить Другие слова И так далее Потому что не умеют Этого делать Посмотрите на фейсбуке В нашей странице Вначале писала Там где будет фокус Какие-то замечания Сейчас я плюнула на это Потому что это невозможно Люди У вас нет образования Вы снизу идете Снизу Вы нигде не получили Этого образования В деревянной архитектуре Я читаю лекции Сейчас Каким-то там Профессором Кислых щей я называю Вот от истории До современности У меня там 45 часов Ну это приходят девочки Которые вообще говоря Так им нужно Диплом получить Они не будут С этим работать Поэтому даже не интересно С ним рассказывать Потому что это В никуда Ну конечно Они получат образование Потом будут хорошими Этими дизайнерами Какими-нибудь Женами с языком Поэтому Вот понимаете Какая ситуация Грустно мне все На самом деле Грустно Я могу сказать Что При всем том Что мы пытаемся Что-то делать И я тоже конечно Сижу на месте Но тем не менее Чтобы ребенок развивать Надо чтобы еще Государственная политика Была правильная Не просто культурная Политика Под названием Которая Не знаю Что это такое В нашем студии Что это делалось Понимаете Государственная политика Когда 11 Когда в Орубофоруме Сидят мэры Крупных городов Всей стране И рассказывают Что у них все в порядке И когда Я задаю вопрос А вы работаете Крупные города С соседними территориями Что вы делаете Для них Кроме того Что вы оттягиваете Население на себя И у нас будет 11 крупных городов Ну агломерации Да назовем Теперь вопрос Есть агломерации Нет С этим термином Там целая разборка идет Понимаете А дальше будут Поля Леса Луга Вот у нас С вами регион Крупные города Вокруг которых Потом Леса Поля И дороги Государственная политика Должна быть Вы сами говорите Я еще не ходила Но в прошлом году Это то что здесь было Где там С бородой шум Опять то Крупные города Предлашают Москву Предлашают Видеть невозможно Уже все это Ходить в это Высоке проходишь Но везде одно и то же Ну плюс Минус Но все одно и то же Ну извините Все Мне грустно Можно Карл Пожалуйста Да Простите Может не в очередь Не в очередь Жел за Да Я очень ценю Инициативу Ермолаева И ТАФа Вашей Венске При этом Конечно Вопрос Хватит и архитекторов На все деревни Вот Хочу вот Что Отметить Мы Сейчас Мне кажется Вышли Ну как сказать На Уровень обсуждения Когда Становится понятно Что Ну мы имеем дело Все таки С процессами Демографическими И экономическими В развитых странах Сельским хозяйством Занято Примерно Пять процентов Населения В России Сейчас Поправьте Если я ошибаюсь Значит Там семь или восемь Но мы неизбежно Идем все равно В том же направлении А та структура Поселения Их количество Да И так сказать Размещение Да Достались нам Наследство От совсем другой Экономики Когда В деревнях Жило гораздо Больше людей В сельской местности Которые были заняты Сельским хозяйством В семьдесят процентов Ну в семьдесят Когда-то Да Значит Вопрос От какого места От какого года Отсчитывать Вот Да Правильно Значит Ну По всей видимости Сокращение населения В сельской местности Будет все равно Продолжаться Та реальность Которой мы Не можем не считаться Значит Если не удастся Придумать Что же там делать людям Вот То есть Какие-то деревни Значит Близ больших городов Становятся просто Загородным жильем Да Там уже не заняты Сельским хозяйством А просто живут Летом Да Или круглогодично Это Как сказать Один путь Вот И боюсь Что Как сказать Эту проблему Да Ее нельзя решить Ну Исключительно С помощью архитектуры Да Это действительно Вопрос Политический И экономический Да Что делать Людям Они Не так сказать Не уезжают Не от того Что они там Вплохи Да Или от того Не от того Что они не любят Свою малую родину От того Что им там Делать просто нечего Вот И значит Там содержать школу В той местности Где нет детей Ну вроде тоже Тоже непонятно Как Вот И это Это больше Чем Так сказать Больше чем Архитектура Да Здесь Вот Поэтому Поэтому Как Как поддержать Деревню В которой Не очень понятно Что делать Вот Вот это Вот это вопрос На который Не факт Что мы сейчас Найдем ответ Абсолютно Согласен Конечно Очевидно Что Отсутствие Производств Местных И вот Тот процесс Который я видел В протяжении Двадцати лет В частности Это Моей деревне Но для меня Очевидно Что Это Вопрос Экономический Исключительно Ну Помимо Того Что мы Конечно Уже Раскучили И архитектор Конечно С этим Работать Ну Каким-то образом whatsapp Семен Работать Да Друзья Дорога Нас 역시 Еще Прямо В этом Зачем Даже Дрога Работать Good Не Нак Б Б Семен Друг Б И В Б Ч Друг Б Это Семен Зд popular То, что на зодчестве не представлены регионы, это проблема зодчества. Вообще-то очень много молодых ребят действительно возрождают, просто они живут в регионах, они остаются в своих городах и делают там жизнь, в общем, вокруг себя аккумулируют. Это очень, на мой взгляд, это просто герои. У меня много таких друзей, и я каждый раз с ними встречаюсь и говорю, что вы герои. Потому что уехать и делать здесь что-то, где для этого все, в общем, налажено, это дорогого не стоит. Остаться в какой-нибудь Вологде и делать каждый день что-то, это, в общем, хорошо. И поэтому мы просто прошли, надо тоже, я не хочу, чтобы наш сегодняшний разговор превращался в такой плащ Ярославных, что нет. На самом деле мы прошли достаточно сложный XX век. Действительно, в общем, мы уничтожили, была уничтожена очень правильная прослойка думающих людей, как писал Кишет Солженицын. Но на самом деле все-таки не вся. И эти люди, и каждый из нас должен сделать подвиг сегодня, чтобы не потерять эту страну. И если мы все будем этим заниматься, действительно, не просто АБК, вот каждый день вставать и знать, что мы все должны сверх силы что-то делать. И, обращаясь к архитектам, которые все собрались в крупных городах, мы все участвуем, допустим, вот мы просто сидели, думали, перед тем, как поехали в Суздаль, просто спросить у мэра, а может он чем-то помочь. Мы сидели с бюро и думали о том, что мы вот участвуем в конкурсах, где на одну площадку крупную месяца два команда архитекторов просто убивается. А потом это спускают куда-то в стол. Может быть, мы просто потратим это время и сделаем что-то для территории, которое действительно нужно. Мне кажется, нужно больше решимости и какого-то самоотдача. И тогда все получится. Я просто хочу всем привести в пример этих людей. В Вологде люди проектной группы 8, Миша Приемышев, Ярославль и Сергей Кремнев, которые поднимают текстиль. В Тотиме прекрасный Алексей Новоселов, который директор Тотимского объединения, мой наш ровесник. И это человек, который каждый день просыпается, идет на работу и он знает, что у него нет денег, но тем не менее Тотима выглядит невероятно. И она обошла всю Вологодчину в борьбе за ТОП-20 России и попала в ТОП-20. И после этого люди хотя бы поехали. И там приезжаешь туда, и город не выглядит выживающим. Он живет действительно. И это действительно... Я просто хочу, чтобы все-таки люди понимали. Мы прошли действительно мясорубку. Если прочитать, допустим, книжку Сузбель в 20 век, то можно понять, что счастье, что мы хотя бы сегодня можем приехать туда и что-то увидеть. Мы действительно за 20 лет последний, не то, что у нас все было хорошо, как в Европе, и мы просто ничего не делаем. На самом деле все, что мы сегодня видим, это восстановленное. Это поднято из руин. Поэтому тоже не надо говорить, что все плохо. Может быть, действительно не существует какой-то национальной программы, как, допустим, национальные туристические маршруты в Норвегии. Нет вот этого вектора, который обозначает, что да, мы, это наше главное, это работа внутрь, а не вширь. И мы должны этим заниматься. Или там, как в Испании, представленный проект, был проект на архитектурной выставке «Город Испания», где не в каком-то Москве, не в какой-то Барселоне посвящена выставка, а посвящена выставка всей Испании. Где в каждом городе появляется действительно событие архитектурное, что какой-то объект, это событие. И дальше это выставка проехала по всему миру. И у нас даже была на арх Москве. В общем, вот каких-то таких действительно событий в национальном масштабе, где мы бы обозначили, мы бы повернули взгляды молодых людей в сторону вообще страны. А не то, что у нас все, все же у нас хотят во что-то верить. И действительно, мы все-таки прошли этот этап, когда мы хотим обогащаться. Все молодые ребята, они готовы во что-то поверить. Но только они верят в архаусное норвежское кино, в какой-то уникальный модернизм архитектуры, но они не готовы поверить в свою страну и в свою землю, не готовы в это вкладывать. Я думаю, что нужно как-то повернуться и посмотреть на страну, не только когда мы летим над ней на самолете в теплые страны. И это очень важно, проездиться по своей стране, действительно. Ну, вот немножко хочется, да, продуматься в пламенную речь. Михаил в том направлении, что да, он абсолютно прав. Я как человек старшего поколения говорю о том, что человек старшего поколения, который всю жизнь занимался именно сохранением культурного, архитектурного наследия России и его исследованием этих пространств. И я не являюсь в данном случае пессимистом, хотя, конечно, ужас охватывает, глядя на разруху в нашей стране. Почему-то я вот так вот, может быть, мне повезло в жизни, что я вижу вот этих молодых людей, которые здесь тоже представлены. Я вижу это движение, я вижу движение «Общее дело», о котором, наверное, многие слышали. И я вижу, что сегодня вот то поколение, 25-летние для себя, я их называю, естественно, это условная такая градация, и они обратили, наконец, свои взоры, да, не за границу, как это было, в нулевые, там, 90-е, когда действительно потоки, ну, вот, среднего поколения, они были массово устремлены там съездить в Европу. Понятно, открылся железный занавес, вроде бы все можно, и надо съездить посмотреть, но за этим потеряно, был потерян интерес к своему отечеству, к своей земле. Воспитать человека, воспитать, на самом деле, того, кто не будет, простите, рваться, заработать бабло на каждом шагу, а будет пытаться вложить что-то в национальное возрождение, в свою землю, получить отдачу. Можно только понимая, что если мы заложим в своих детей и внуков то, что мы хотим увидеть через 40 лет, может быть, мы не доживем, то есть я уже не доживу, но это можно только, прежде всего, прививая любовь к своей земле и открывая детям или пользу их тем самым лекарством для глаз, то есть прежде всего, возить и показывать то, что мы имеем внутри страны, обращать внимание на ценности, на наши красоты, на наши пейзажи. А то, что у нас, да, проблемы, вот то, что вы говорите, Ольга Георгиевна, по поводу разобщенности, ну, во-первых, советская власть много к этому приложила сил, потому что уничтожен вообще крестьянский мир, вообще силок, а в понятии. Там была своя культура, свои приоритеты, все это уничтожено. Дальше, вот, постсоветский период. На это нужно и десятилетие. Опять же, это нужен труд тот самый, когда человек встает в утром, и он просто должен понимать, если это нравственный человек, как бы, и у него есть какая-то основа нематериального свойства, а именно духовного, что сегодня я должен делать то, что должно, то, что должно, то, что я считаю ценным. И от меня лично зависит то, что будет в будущем с этой страной. Если каждый бы человек так думал каждое утро и делал бы так каждый день свой же, вот, то я думаю, в общем, какая-то была бы реальная польза, и хочется думать, что наши призы сегодняшние, они не останутся в туне, и кто-то из хотя бы присутствующих здесь что-то услышит, и какое-то движение есть. Я считаю, что вообще, то, что Иван нас здесь собрал, Иван как представитель того самого поколения молодых, и то, что он занимается вот этим журналом своим, Анастасия, я считаю, что уже и это вот говорит о том, что у нас, в общем, идут все-таки положительные тенденции. Но сколь нужно будет для воплощения ее в жизни и получения каких-то результатов, пока что, наверное, во время, этим Господь знает. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Я немножко добавлю, можно за себя вставлю. Мы уже второе зодчество устраиваем на круглый стол, в этот раз были, я думаю, сказали, что в прошлый раз, нам дали больше времени. Вот, спасибо вам большое, что все пришли. Зачем это делаем? Ну, на наш взгляд, это очень важно, говорить на эту тему, потому что вообще, на самом деле, на эту тему говорят мало. С одной стороны, у нас положительный Крым, прекрасная Москва и так далее и тому подобное, и замечательное зодчество, вот, Евпатория при входе и все остальное прочее. Но при этом есть очень важные вещи, о которых надо говорить, о которых мало говорят. Поэтому, на наш взгляд, даже говорить об этом, это уже важно и уже какое-то дело. Значит, что касается вот того, о чем я сказал, я считаю, что у меня вот в интервью с отцом Дмитрием Смирновым для номера Анастаси СМИ «Север», который можно бесплатно скачать с нашего сайта, значит, мы там говорили с отцом Дмитрием о малых делах. Ну, конечно, можно назвать это некой манилочиной, но, с моей точки зрения, единственное, что у нас остается в процессе ожидания какого-то действия со стороны государства, это как раз, собственно, отключить собственную делянку. И в этом аспекте хочется узнать, в общем, собственно, какие-то положительные примеры. Вот мне хотелось бы на этом застрелиться сегодня, потому что, конечно, я абсолютно согласен, что, как бы, в общем-то, ситуация очень сложная, но, тем не менее, я вот могу единственное от себя, наверное, добавить, что, вот, давеча узнал, что в Ширково, или в Ширково, да? В Ширково. В Ширково, спасибо. А церковь, наверное, Рождество, и она преддельщик. Вот 14-го числа, первый раз за 100 лет прошло прислужение, восстановили церковь, и теперь она, как бы, функционирует. На самом деле, это очень важно. Почему я заостряюсь на этом? Ну, помимо того, что я считаю, что религиозный вопрос для нашей страны очень важен, и, как бы, вытаскивает наш народ из такого состояния несознательности, но, помимо этого, когда церковь стоит без адресурное, да, без памятник, да, когда в нем ничего не происходит, он гниет. И то, что делает общее дело, и, в частности, другая организация, которая называется Вереница, вот они, собственно, консервируют эти памятники, и понятно, что там вообще фактически нет денег. Вот они ездят по Русскому Северу, и их сохраняют таким образом. Крышу кроют, и, как бы, вот с рук сохраняется. Хотя бы вот такие вот, вот они, вот они, малые дела, и, в общем-то, общее дело показывает, насколько может увеличиться организация ее полезное дело. Дело в том, что я тоже не могу заниматься всю свою жизнь проблемой сохранения и использования исторического наследия, исторического пространства и так далее. Значит, первое, мыши, сразу бы они уйтили. Дело в том, что я сказал, там, шведские трубы, что это разработано, скину и так далее. Дело в том, что у нас это тоже разработано. И у нас все были, помните, программы возрождения исторических городов, которые делали кроурус, вот, и которые практически не имеют никакого уровня, никакого уровня, а сколько было сил вложено, какая была колоссальная программа. Была сделана программа стратегии развития исторических городов. В каждом СТП. СТП – это схема территориального развития, территориального развития. разных уровней края, области, района. В каждой из этих схем, если это грамотно сделанная схема, к сожалению, не все СТП были обеспечены хорошим профессиональным уровнем, потому что мы занимались и сравнением СТП по разным категориям. И если это было сделано профессионально, там были разработаны и историко-культурный раздел, и в нем тоже будет все это. Все это есть. Какое дело, как это работает? Практически никак. К сожалению. И здесь мы возвращаемся к самому, на мой взгляд, важному вопросу, это вопрос управления, о чем говорил Никита. Помните? Да, ты говорила, помните. Я говорю. Да, да, да. Второе. На мой взгляд, есть одна тенденция, которой мы, к сожалению, абсолютно не владеем, или владеем в очень малой степени, которая может дать некий выход при решении производства не только малых городов, а вообще городов. Акманман, да, то есть в большей степени, поскольку, кстати, та же Наталья Назубаревича назвала, по-моему, это третья Россия, по-моему, ее термин. Сельские населения места и малые города – это третья Россия, поскольку там треть, собственно говоря, населения поживания. Так вот, это геопринтирование, это создание системы брендов на определенную территорию. Кстати, само понятие геопринтирования произошло во время, в кризисное управление 60-х годов в Европе, когда происходил тот самый отток населения, о котором мы сегодня говорили. Колоссальный отток Европы происходил в 60-м году. И для того, чтобы задержать этот процесс, был придуман вот этот механизм геопринтирования, когда города могли чем-то похвалиться для того, чтобы притянуть к себе не только их население, а притянуть ресурсы, сконцентрировать интеллектуальные, организационные, административные, финансовые потоки, вернуть. И, к сожалению, у нас есть хороший пример, кстати, из ничего. Когда делается плохо, из ничего. Ну, понятно, есть программы материальные и нематериальные. В нематериальные можно отнести мифологию, городские легенды, это помимо, что было связано с Мышкиным. Это уже хрестоматия. Это хрестоматия, это там учили с Ричихиным, который начал вот этот самый Народный музей Мышки, и который был поддержан Вячеславом Глазычевым, покойным. И они из ничего сделали что-то. И там уже несколько музеев, там уже шесть музеев, там уже есть сопутствующая туристическая инфраструктура и так далее. Чарльз Лендри говорил о том, что важно из ничего сделать что-то, и это его тезис. Так вот, возвращаясь к его георгонтированию. У нас на самом деле эта тема очень мало, почти не разработана. То есть она, естественно, касается ничего, но очень не разработана. Поскольку это область маркетинга и не совсем наша область, но мы обязаны в эту область входить, изучать для того, чтобы каким-то образом выходить из того катастрофического положения, в котором сейчас действительно находимся. И вот, например, в 80-е годы появилось вообще понятие городского маркетинга, когда город расценивается и рассматривается как продукт и как товар, а соответственно к городу можно предъявить требования, вернее, можно применить требования теории рекламы. И это опять геоприятие. Я вам расскажу один пример, который мне безумно нравится, это не из нашей практики, это Япония. Моногород Шахтерский, Юбари, там закончилась выработка и соответственно город старнируют, и это конец 90-х годов, совсем близких, и естественно отток. Что делает муниципалитет? Они приглашают очень серьезного французского пиарщика, и, простите, Бутуана, Бутуана, Шан-Пьер Бутуана. И его команда очень долго сидит там, полгода работает в этом самом городе, и среди статистических данных они обнаруживают совершенно замечательную вещь. Этот город обладает самым низким процентом разводов в Японии. Собственно говоря, ну или что, ну ни о чем, ну низкий процент. Они смогли вот этого пиар-команда раскрутить эту тему таким образом, так подать эту информацию, что это стал самым популярным, один из самых популярных городов в Японии. Они создали некую мифологию, вплоть до, был придуман некий такой значок обнимающих человечков. И этот значок стал наряду с ведущими торговыми брендами торговых магазинов в Японии. За пять лет, с 98-го года, где было заключено там 3000 бракосочетаний, в третьем году, там было 280 тысяч бракосочетаний. Туда и ехала вся Япония. Они создали такой миф, что брак заключенных в Японии это счастливый брак надолго. Туда ехали не только заключенные браки, ну а также медовые месяцы и так далее, так далее, там юбилей. И соответственно вся инфраструктура, вся инфраструктура была уже налажена. И все заявили, что это был моногород, добывающий японию, добывающий промышленность. О чем только напоминали замороженные шахты. Кстати, я думаю, что эти шахты могут вполне быть потом как-то использованы. Вот, пожалуйста, из ничего, вот Лендри, из ничего сделали что-то. Маленький, еще один маленький пример, совсем маленький. Маленькое поселение, это трудно назвать городом, Италия, Санкт-Анджело, тысяча человек. Тысяча человек. Значит, для того, чтобы это как-то жил, они придумали день пиццы. И туда приезжают до десяти тысяч. Пицца по всей стране, тем не менее, что-то уникальное, и они приезжают туда и до десяти тысяч человек. День вина. А в гротах, или там есть гроты, они устраивают вертепы. То есть не купленные вертепы, а там актеры, то есть не актеры, а жители этого города, человечки, нормальные человечки, играют эти вот роли, связанные с крестьянской с этой историей. И туда приезжают тысячи человек, потому что все прекрасно знают, причем не только из Италии, из России там были люди, они прекрасно знают, что там это интересно. Опять, из ничего. То есть вот это проектирование, о чем? Мы не обладаем, к сожалению, мы не обладаем нормальными специалистами вот в этой области. Как поскрутить то, чем, собственно, обладает каждый, буквально каждый город. Фридман назвал вот эти точки роста, назвал спящими точками роста. Вопрос, как пробудить? Как направить? Есть мультивная теория, подобно вот эффекту Монроу, мультивному взрыву, когда в одну точку, в одном направлении направляется усилие для того, чтобы произошел взрыв. Но как это сделать? Вот, к сожалению, этого у нас, к сожалению, нет специальностей пока что. Или они только нарождаются, потому что торговым маркетингом у нас, то есть городским маркетингом у нас никто не занимается. Но есть, ну есть прецедент, есть повод. Да, Константин, спасибо. Да, я могу согласиться с большей частью того, что Константин сказал. Ну, мы тоже сталкивались не раз, да, с идеей, вот давайте раструтим городской бренд. Вот, обычно это делается. Не то, чтобы совсем этого в России не делается, но чаще всего, повторюсь, этот процесс направлен вовни, да, давайте мы сделаем городской бренд, придумаем красивый логотип, строимся там в разные туристические программы, к нам поедут туристы. Вот, я чаще всего на этот вопрос говорю, а что, так сказать, что этот бренд будет значить прежде всего для жителей. Да, то есть если жители полюбят свой город, да, и будут им восторгаться, да, и за него, как сказать, горой стоит, то тогда больше шансов, что приедут и туристы, да, потому что, ну, это, так сказать, эта любовь, она как-то чувствуется, распространяется. И вот кажется мне, что, вот, как сказать, эта сторона у нас чаще отстает, да, мы видим все время, значит, это чисто как такое, так сказать, продвижение города, чисто как маркетинг для внешних потребителей. Совершенно верно, да, вот, а могу сказать, что, например, в британской школе дизайна, которая является нашим партнером, вот, есть курс брендинга, и в том числе территориального брендинга, вот, так что, если кому интересно, можете познакомиться, посмотреть, и они брендингом территорий довольно серьезно занимаются. Вот, но это, конечно, только часть, так сказать, ну, часть развития территории, вот, но хотя часть важная, несомненно. Я ни разу не сказал про туристов. Дело в том, что это понятная тема. Вот замечательный город Старгинс, да, он тоже сейчас хотел обладать потрясающей историей, совершенно уникальной. Сейчас там совсем мало, там несколько тысяч жителей. Там вот эти знаменитые, старецкие пещеры, то есть это те помноломни, которые бывали, старецкие мрамы, на самом деле известняк, это многокимметровые пещеры. Это уникальное место, которое, вот это вот есть точка роста, которая могла бы развиваться. И там есть энтузиасты из местных жителей, которые пытаются организовать, ну, нормальным, нормальным образом, организовать вот эту деятельность в связи с, не только привлечением туристов, но там и привлечением специалистов тоже, причем с мировым именем, туда с удовольствием поехали, это известно. Но у них сейчас проблема управления. У них нет понимания не только с местными властями, но и областными властями. А в области вообще говорят, что у нас нет ничем, нет туристически интересных мест, говорят, в области Тверской. Здесь вот эта вот управленческая проблема. Это движение снизу, это люди, энтузиасты, горожане, которые интересны. Но это, на самом деле, их не так много. Вот Тишков, Академия Тишков, который директор Института технологии и антропологии, по-моему, так называется, Академия наук, их исследования были связаны с тем, результатом был, один из результатов исследования, говорил о том, что сейчас люди, горожане, особенно вот из малых городов, откуда происходит отток, основное их качество – это ежедневенчество. Они ничего не хотят. Они ностальгируют по старым советским временам, потому что за них все делали, им все предлагали, они ходили на работу и получали деньги. И они вот эту модель хотят и теперь, а это уже невозможно. Они не хотят менять ситуацию, и их большинство, к сожалению. И ежедневенчество горожанина, которое, по большому счету, горожанином не является, потому что горожанин – это другое понятие. Этого очень много. Вот таких энтузиастов, которые там хотят что-то продвигать, их единицы. На самом деле, как говорилось, основа положения системного анализа, система меняет не большинство, а нетривиальное для меньшинства. И в этом есть как бы, ну, малый пафос энтузиазма. Так, хотелось услышать все-таки роль главного архитектора в процессе развития церкви. Именно главного. Ну, не скажем про главного архитектора. Главный архитектор – все-таки часть команды муниципалитета. Вот, и, так сказать, один он может, конечно, что-то сделать, да, но все-таки муниципалитет в целом, должен он работать. Это, на мой взгляд, одна из таких фундаментальных проблем, значит, слабость, слабость муниципальной власти, да, вот, и слабость финансовая, что, значит, налоги все идут прежде всего, да, в регион, а потом возвращаются, значит, тоненькой струйкой назад. Вот, но опять же, не стану здесь далеко углубляться. Вот, а я бы сказал о роли архитектора. Ну, вроде бы, с этого начали. Конечно. Да, и что делать архитектору, да, вот, встал вопрос. У меня есть один простой ответ, да, постараться выйти из своей профессиональной, так сказать, коробочки, вот, да, вынести архитектуру из себя самого из центра мира, вот, и учиться работать в команде, вот, с разными людьми, с разными специалистами, учиться диалогу, вот, и видеть, видеть ситуацию шире, да, так сказать, ну, за пределами чисто архитектурных задач, да, сохраняя свою компетенцию, сохраняя свою экспертизу, все-таки постараться увидеть картину исключения экономики, да, без денег не поедет ни один проект, и социологии, и географии, и маркетинга. Вы знаете, вот еще у меня такой мой опыт очень смешной в этом смысле, я проводила конференцию в свое время, значит, в 2010 году «Культура дерева, дерево в культуре», и надо было, чтобы Министерство культуры нас поддержало, потому что грант, который я получила, был очень маленький. Я приходила к одному из наших руководителей, департамент наследия, от которого зависела, так сказать, эта поддержка. Он всегда со мной разговаривал только вечером, у него времени совершенно не было, он занят, занят, я к 7 часам приезжала, он сидел на свое кресло, каталки на это, я ему все время что-то рассказывала, 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 он все время что-то подписывал, подписывал, то он останавливается, он совсем на тык, знаете этого человека, он так отъезжает на кресле и говорит, слушай, что ты мне все это рассказываешь? Я говорю, да вы понимаете, в чем дело, вы же ничего не читаете, вы же совершенно неграмотные, мне приходится вас образовывать, почему я к вам не хожу, я трачу свое время, дорогой, там, бла-бла-бла, да, у меня времени нет читать, я только в поезде читаю. Я говорю, через несколько, некоторое время, через, ну, мы еще потом после этого поругались, через некоторое время я встречаю его на конференции на одной, он меня так встречает, слушай, ты знаешь, ты была права, я говорю, а в чем это? А ведь нельзя храм рассматривать вне окружения. Тут я чуть не рухнула, я говорю, слушайте, дорогой, это что же это, это он является руководителем серьезнейшего направления реставрации и вообще охраны памятников и так далее, с которым надо было мне все время беседовать, беседовать, тратить время для того, чтобы конференции провели, деньги получили, отката он не получил, поэтому не любил меня, но дело не в этом. Я думаю, ну так, ну что, что такое? Это получается, что мы, архитекторы, должны еще образовывать свое собственное руководство, понимаете? Мой директор моего института, он вообще культурологию имел в виду, он, Кирилл Минч был и есть, и он есть, но не директор перед нашим институтом, он киношный. А культурология, как вы понимаете, она разворачивалась, росла на наших глазах наука, и он с удовольствием ездил на разные конференции по архитектуре. С нами мы проводили международный, у нас был проект культурное развитие в Европе, региональная архитектура. Смысл был в том, что в каждом регионе свадьба и так дали, он всегда ездил, он все время слушал, он мало читал, потому что времени у него тоже не хватало, но он человек, который с интеллектом, который быстро схватывал, он и так, но он обучался, он ездил для того, чтобы обучаться. Если вы не будете обучать, я его все время со мной, ну едем, едем, да нет, это надо, потому что будете слушать. Три дня он сидел и слушал, но он становился другим человеком. и после этого он поддерживал мои проекты, поддерживал мои идеи. И мы издавали всем все, что я делаю, потому что он понимал, о чем идет речь. Занимайтесь образованием своего собственного руководства, у вас нет другого пути, если вы хотите что-то сделать. на самом деле, я бы еще вкратце сказал про город Выксу, всем говорим про то проселение, про то, что все любят. Вот есть город Выкса под Нижним Новгородом, мало кто, наверное, о нем слышал, я до тех пор, как нас туда позвали. Вот два года мы там принимаем участие в фестивале «Артовраг», и надо сказать, что это город при заводе, и там, по-моему, 40 тысяч жителей, которые никуда не уезжают, и есть фонд при заводе. В общем-то, на самом деле, это город весь заводской, потому что мэр города тоже недавно был директором этого завода, и у них очень все нормально стали полаганием, потому что они все об одном и том же. И они создали фестиваль «Артовраг», который за пять лет сделал из Выксы действительно центр какой-то городской жизни. Фестиваль развивает именно городскую культуру, и вот в чем дело. Они создали фестиваль для того, чтобы увеличить содержание, в том числе и культурное содержание жителей, чтобы они не уезжали оттуда. Им важно, чтобы люди работали на заводе и содержали этот город. Но привезя туда современную культуру, архитектуру, тем самым они показывают той же молодежи, что есть вообще-то что-то еще. И молодежь тем самым, на самом деле, стремится уехать из города. Это то, о чем мы говорим с руководством фонда, что вот есть такая настыковка. На самом деле, у нас нет сегодня крепостного права, мы никого не можем заставить прикрепиться к земле, и ничего нет плохого в том, что люди уезжают. Вопрос в том, чтобы поставить цель, наверное, сделать так, чтобы в твой город приезжали другие люди, и чтобы люди, которые даже уехали, они приехали обратно. В любом случае, борьба с молодежью, она проиграна малым городом, потому что именно в большом городе происходит все. Поэтому вопрос только в том, чтобы малый город имел все равно своих жителей. Поэтому, вот, допустим, работая с Суздалем, мы назвали свой проект и поставили это в угла в угла, мы его назвали «Ночни жить с Суздалем». Это значит то, что в любом малом городе, малый город это ресурс для того, чтобы начать там жизнь и, на самом деле, закончить. И если там будут жить дети, если там будут жить родители, то 35-летние люди будут оставлять деньги там, потому что им важно, чтобы там было хорошее образование, им важно, чтобы там было хорошее здравоохранение. И именно это может стать ресурсом для того, чтобы содержать эти города. На самом деле, очень интересно, я просто не хочу тратить сейчас время, очень интересно было поработать с городом Суздаль. Я надеюсь, что эта работа будет продолжена. Мы делали концепцию развития к 2024 году, когда Суздалем будет тысячу лет. Надо отметить, что у нас у городов сегодня только единственный шанс получить какое-то федеральное финансирование. Это такие вот юбилеи, поэтому многие города придумывают себе такие юбилеи. Но, тем не менее, к этому тоже надо основательно подойти, поэтому мы, благодаря какой-то своей, наверное, инициативе и приглашению мэра, мы сделали такую работу. Но столкнувшись с этим городом, надо сказать, что Суздалу вообще повезло. У него нет потребностей в привлечении туда туристов, их действительно очень много. И здесь надо сказать, что город не получает ничего от туристов. Ему, наоборот, плохо от туристов, потому что вот эти пиковые нагрузки, когда в город приезжают по пять тысяч человек в день на вот эти праздники огурца, износ инфраструктуры просто невероятный. А город должен убирать мусор, восстанавливать дорогу, вот это все. И мэр города говорит, мне вообще неинтересно, они не оставляют у меня денег не таких в городе. И то, что сказал Никит Токарев, что у нас все деньги уходят. И именно поэтому у нас и город, и горожане, и мало других городов, им неинтересно развиваться, им неинтересно делать прецедент, потому что, а зачем все деньги все равно уйдут. И вот этот механизм вообще, как экономически создать прецеденты в городе, чтобы администрация города имела какое-то хотя бы влияние на бизнес, который там развивается, чтобы он мог регулировать это. А не то, что он должен приходить каждый раз и говорить, может быть, да, может быть, надо менять законы, может надо предлагать какие-то, какие-то сложные механизмы. Вот мы пытались в этом разобраться, работа над Суздалем, ее можно посмотреть на сайте Рождественки, на нашей страничке и в Фейсбуке, и просто не хочется отправить ваше время. Но вот мне кажется, вот этот код «Начни жизнь с Суздаля» и вообще начать жизнь в любом малом городе, это очень важно. И очень важно, чтобы люди, мне так кажется, чтобы люди в детстве жили в таких городах, в этих деревнях, селах, потому что там жизнь намного сложнее, они намного шире смотрят на мир потом. Поэтому действительно, это очень важно, не потерять вот это все в погоне за вот этим пресловутым содержанием жизни, за вот этими украшениями, которые в Москве все приезжают сюда, им важно, чтобы было вот это все содержание жизни. На самом деле, оно тепло и внешне даром. Никита, вы добавите что-нибудь? Можете просадку еще рассказать? Просадку? Ну, просадку, конечно, лучше расспрашивать Елену Гонселеса, директора лаборатории «Марш». Есть у нас такая дочерняя структура, которая занимается как раз региональными проектами. Но далеко не все можно поместить в формат школы. Вот, лаборатория провела за последний год несколько крупных воркшопов в Казани, в Махачкале, в Якутске. Вот, и занимается в том числе проектом «Садки». «Садка» — это маленький горнодобывающий город, модногород на Урале. Вот, там добывают магнезитовую руду. И само по себе предприятие магнезит вполне себе процветающее. Действительно уникальное месторождение. Продают эту руду по всему миру. И, собственно, магнезит не руду, а то, что из него делают. Огнеупорные материалы всякие. Вот, и, значит, предприятие большое и хорошо себя чувствует. Там очень, так сказать, высокотехнологичное. Сменили технологии. Вот, и в городе как бы все хорошо. То есть люди получают зарплату, и немаленькую, так сказать, на фоне региона. Но все равно идет отток населения, молодежи прежде всего. Вот, хотя это далеко не депрессивный город. И руководство магнезита, оно озаботилось этой проблемой, понимая, что импортировать рабочие руки гораздо дороже. То есть привозить людей, чтобы они там работали, это очень дорого обходится, если вообще возможно. И они стали думать, что что-то надо менять не только в технологии, не только, значит, там зарплату повышать, но что-то надо менять в самом городе, в самой среде, в которой, значит, обитают люди. Тем более, что в связи с изменением технологий, там, примерно 70% той промышленной территории, которую занимает это предприятие, с того просто не нужно, да, так сказать, все, что им нужно, это там 30%. Что делать с гигантской, гигантской пустующей территорией, совершенно непонятно. Как ее содержать? Сейчас это просто такие, значит, пустыри и брошенные здания. Вот, и вот лаборатория ведет там проект, исследовательская часть прошла с привлечением швейцарских специалистов. Вот, и вот летом был воркшоу с участием наших студентов и студентов НМТР. Вот, и сейчас там, ну, понемножечку с помощью временных сооружений, относительно недорогих, происходит, ну, как бы, так сказать, реактивизация территории. То есть появляются такие, так сказать, точки активности, да, куда приходят и жители, под них там немножечко, значит, там, жители близлежащих там сел, деревень и небольших городков. Вот, ну, это там, например, сцена, значит, пока летняя, но в перспективе и зимняя, такой ангар, где можно и сделать концерт, можно сделать дискотеку, можно сделать, ну, любое событие с привлечением народу, вот, и так далее. Вот, пока это, конечно, придет медленно, но магнезит понимает, что это нужно, вот, и у них есть достаточно долгосрочные планы. Но здесь вот вновь мы сталкиваемся с активным собственником, да, с тем самым, так сказать, лидером развития. Вот, то есть не будь магнезита или будь руководством магнезита менее дальновидным, конечно, ничего во всадки не пошло. Насколько у них муниципалитет слабый, и главный источник денег, идей и, собственно, людей, управления, это магнезит. Конечно, у них офис главной в Москве, и они, ну, так сказать, видят на, так сказать, три шага вперед по сравнению с муниципалитетом, который полностью зависим от области, и так далее. Значит, но через руководство магнезита можно выйти и на областной уровень, и на федеральный. Значит, там у них уже культурных проектов было немало. Приезжали, например, выставки одной картины, значит, из центральных музеев. Они много чего уже делали. Есть фонд-собрание, который основан магнезитом и, собственно, призван вот эти социокультурные проекты там продвигать. Просто они не работали с пространством, не работали с территорией. И для этого, для этого вот понадобилась маршлопа. Вот, если вкратце. Вот, а так, я думаю, про Саткинский проект можно много и узнать, и прочитать. Вот, это удачный пример. Но вот здесь звезды сожлись, и, ну, как-то там изменения, изменения налицам. Спасибо. В основном культурные наследия у нас затрагиваются, памятники и так далее. А вот и встреча с этого началась. А вот главный вопрос, который у меня все назревал, назревал, наконец-то назревал. Будем считать, что я из двухой деревни приехал. И вот не совсем понятно, а зачем сохранять и развивать регионы? То есть, я вот не услышал ответа на это. Хотя, вроде, это должно быть в основе. И у нас, ну, я бы построил так, по крайней мере, данную встречу, что мы определяем сначала цели, зачем мы это делаем, потом основные проблемы, и потом их решение должно быть озвучено. Вот вопрос сейчас такой. Зачем нам сохранять регионы? Почему нам, зачем нам сосредотачивать ресурсы по этим совершенно необъятным территориям, когда мы можем их скопить в одном месте и, как бы, сэкономить финансы, которых сейчас в нашей стране не хватает, а человеческие ресурсы и так далее? Зачем нам пространство нашей любви страны? Да, вы знаете, это действительно очень интересный вопрос, над которым я тоже как-то размышляю. Не уверен, что мы сейчас дадим исчерпывающий на него ответ. Это, наверное, вопрос к эконом-географам, значит, экономистам. Но если смотреть в целом на структуру расселения в нашей стране, то мы, конечно, видим, что идет концентрация населения в примерно 15-20 крупнейших агломерациях, независимо от того, есть такое слово или нет, это такое понятие. То есть стягивание, как сказать, стягивание населения в крупнейшие города и местности вокруг них. Действительно большой вопрос, хорошо это или плохо, значит, но, по крайней мере, это перед нами, ну, так сказать, открывает какую-то совсем другую реальность. Можно вообразить, ну, как сказать, в некотором пределе этого процесса, да, что действительно все население собрано в эти 15 мегарегионов, и что тогда между ними, да, там, значит, сотни километров чего-то, какой-то вот такой пустоты, пронизанной, пронизанной только дорогой, да, железной дорогой или автомобильной, может быть, значит, только авиамаршрутом. Вот, вот над этой реальностью стоит подумать, значит, что это на самом деле такое, что это за такая будет удивительная страна. Вот, я могу напомнить замечательный фильм «Мишень», кто видел, да, там, ну, как сказать, немножко смоделирована такая ситуация. Вот, часть действия этого фильма происходит на гигантской дороге, которая связывает, ну, предположительно, Китай с Европой и проходит через Россию. Вот, и, значит, там вся экономика и вообще вся жизнь сосредоточена вокруг этой огромной трассы, там какой-то 16-полосной, по которой, значит, катится непрерывный поток фу. Вот, в одну и в другую сторону. Вот, у меня нет ответа. У меня нет ответа, вот, развивать регионы для того, чтобы люди в них жили лучше, да. Вот мы по-прежнему живем с этой идеей, да, что наша деятельность должна улучшать нашу жизнь. Вот, да. Вы знаете, я вот что подумала. Ну, мы все обсуждаем эту тему давно уже. Дело в том, что, конечно, это вопрос вообще геополитический, несомненно. Значит, можно, и это обсуждается давно, что Сибирь отойдет, станет Сибирью, там, и страна разделится. В результате мы будем жить все в Москве. Ну, значит, если мы хотим жить в Москве, ну, значит, да, вот, пусть будут эти 11-15, там, не знаю, этих, потому что в результате все развалится. Эти территории отойдут, да. Может быть, и пусть отходят к Китаю, там, к Финляндии, которым это необходимо. Кто спорит? Давайте отдадим эти земли. Ну, речь ведь еще идет о том, что если это заселялось нашими предками, если есть здесь какая-то действительно культура, это не обязательно только памятники. Памятники – это то, что осталось от тех людей, которые заселяли эти земли, эти ландшафты и так далее. Начиная там, не знаю, с Сибирь, там, 17-й век, русский север, я уже говорила, 12-й, там, 13-й век. Ну, можно пойти по этому пути и сказать, ну, хорошо, ну, было это, ну, и было, и все. Есть люди, которым это как бы безразлично. Многие урбанисты вообще не видят этих территорий. Им действительно правильный вопрос. Зачем нам вообще эти регионы? Зачем нам нужны эти все территории, поля, леса? Ну, то есть, да, нет, это как ресурс экономический. Это очень важно. Это правда. И так далее. Но зачем нужны эти сельские территории, эти малые города, когда мы можем прекрасно, как мы видим здесь на выставке, прекрасно жить? Здесь это, мне кажется, вопрос такой еще и, ну, хочется мне сказать, гражданской позиции. Лично мне небезразлично, что будет и зачем это надо. Я люблю эту территорию, я люблю эту землю, я люблю эту историю, я люблю этих людей. Мне хочется лично, чтобы вот эти регионы имели свою собственную, вот ту самую культурную идентичность. У каждого региона есть свое лицо. У каждого исторического города есть свое лицо. И почему-то шведы держатся в своей небольшой территории, многие страны наращивают эту территорию, а мы отнесемся к этому безразличны. Ответа, может быть, в чистом виде вы не получите сегодня и сейчас, потому что на самом деле это многоуровневый, мне кажется, аспект от общей политики и экономической, и социальной, и всякой. Но вот как-то так я вижу. Я бы еще добавил, мне кажется, что очень много, если не все, определялось всегда нашей широтой, нашей огромностью. И мы, русские, если посмотреть вообще, мы единственное обозначаем себя именем прилагательным, да? И значит, мы к чему-то приложены. Почему француз, англичан, немец – это существительное, а русские такие, да? И это не что иное, как эта земля. И, наверное, мы как страна, мы как народ лучше всего всегда умели именно осваивать и оккультуривать это пространство. Наверное, для меня это очевидно так, потому что по-другому держать эти большие территории, вообще собрать их не представлялось возможности. И для меня вопрос, нужна ли эта территория, это все равно, что нужен ли Пушкин нам. Давайте об этом поговорим. Поэтому эта земля – это наше все. Если мы ее потеряем, мы потеряем себя. Здесь не будет больше нас с вами. Здесь будут какие-то другие люди. Мы будем говорить на другом языке о другом, и мы потеряем свое лицо. Это, на самом деле, это единственное, что мы можем противопоставить вообще миру. Вот это оккультуривание своего пространства. Это главный наш памятник и главное наше дело. Поэтому то, в каком мы сейчас это все оставляем, это плохо. Мы должны внести ответ за то, что сделали до нас. И должны, просто должны, просто. Если мы считаем себя русскими людьми, то для нас это главное дело. И только в первую очередь об этом мы должны говорить. И первые наши дела должны быть именно об этом. А у нас стоят лэбы возле Покрова Нарьи. Но это не очень хорошо, в общем-то. Меня зовут Фролова Ольга, главный архитектор Хантамансийска. Пример у меня, для чего нужно развивать регионы. Пример у меня немножко другой. Сочи, Анапа, Геленджик, все замечательно. И за два года мы все поняли, что Россия не помещается. Регионы должны быть самодостаточные. Вот эта вот система не должна быть такой, что вся Россия летом собирается в Сочи. Нужно находить свои места. И для этого как раз нужно развивать регионы. И находить нужно, где мы учимся, не только в Москве, либо в Питере, что сейчас происходит. А нужно создавать и развивать те места, где есть уже предпосылки. Идентичность каждого региона, он уникален. И взять из каждого региона те плюсы, достоинства. И дальше-дальше развивать. Пока у нас не будет такой проблемы, как, я не знаю, или жить, или с этой женщиной. Как это? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин